Подготовленный для общегородского конкурса марафона гамзатовские строки на карте Хасавюрта и экскурсионные маршруты юных краеведов из средних школ номер 2 и 3 значительно отличались выбором объектов, но все-таки пересеклись в одной точке. Выдающийся стихотворец сумел сохранить в душе уважение к исламским святыням и призвал молодое поколение с ранних лет стремиться к высшему пути познания. Бывали и зато не обессуд слова мои порой легковерны. «Слыхал, что в бездну адского огня отправил ты, не послабляя рока, певцов любви, что были для меня во всех пределах твоего пророка. Ты мне, другие, отпусти грехи, обиду, нанесенную в гордыне». Творчество Расула Гамзатова было очень насыщенным, разнообразным и уникальным. Каждый из участников марафона стремился показать, насколько безграничной была любовь поэта ко всему, что переплеталась в его судьбе. Это и тема детства, тема трепетных чувств к родной земле. Но и, конечно же, не обошла стороной тема Великой Отечественной войны, сильно повлиявшая на жизнь поэта. В одной из экскурсионных маршрутов конкурсанты средней школы номер 3 посетили Центр традиционной культуры народов России, где школьников тепло встретила заместитель директора центра Жанна Магомедова, которой посчастливилось когда-то увидеть Расула Гамзатова. И это запомнилось на всю жизнь. Я работала тогда секретарем комсомольской организации сельхозтехникума. Расул Гамзатович приехал на встречу со студенчеством. В какой-то момент мы дежурили с моими активистами в коридорах техникума. А в этот момент вышел Расул Гамзатович из зала, видимо, устал немножко передохнуть и подошел к нам, познакомился с нами, со всеми, с моими ребятами. Многие современники описывали Расула Гамзатова не только как доброго человека с открытой душой, но о нем еще говорили как об идеале мужчины, который всегда оставался верен спутнице жизни по темат. В какой бы уголок земли его не забрасывало творчество, в самолете, поезде, всегда и везде, поэт думал о своей любимой Жене и посвящал ей самые теплые строки. Как ее печальные глаза переменам этим не подвластны, если она уже не будет. Дагестанское гостеприимство, нашедшее яркое отражение в творчестве Расула Гамзатова, стало основой сюжета конкурсной экскурсии средней школы номер 10. Практически весь маршрут включал посещение гостеприимных жилищ школьных педагогов, тепло встречавших у себя дома своих воспитанников. Учителя не только рассказывали о незабываемых, часто случайных встречах с поэтом, но и читали его стихи и фрагменты из поэм. А экскурсоводам оставалось только собрать эту пеструю мозаику. Влюбленная, нежная, смелая, он пел тебя, женщина-гору. Он не был к тебе безучастным, он знал твои думы и сны, цветком называл тебя красным и ласточкой дочкой весны. А разве слыхала ты ранее, что кто-нибудь так до него с тобой говорил в Дагестане, вовек не бывало того. В звонким гимномородине были названы краеведческие экскурсии, представленные коллективами средних школ номер 9 и 15. Несказана повезло конкурсантам из школы номер 9. Недавно отстроенный школьный корпус своим фасадом выходил на улицу, носящую имя Гамзата Цедасы. Народный поэт оказал большое влияние на мировоззрение своего сына Расула Гамзатова. Об этом в театре реализованной экскурсии поведали юные краеведы. Очень сложно было удивить членов жюри литературного марафона «Гамзатовские строки» на карте Хасаверта краеведам из хасавертовских школ номер 5 и 7, кому выпал жеребий представить свои проекты в самый последний день двухнедельной общегородской акции. Обе финальные экскурсии получились удивительно жизнеутверждающими, основанные на стихах Расула Гамзатова, положенных лучшими отечественными композиторами на музыку. Исполненные школьниками, учителями песни о родине, о матери, о бесстрашных войнах, о верной дружбе и чистой любви сплелись в один яркий большой венок, как музыкальное приношение великому поэту. В ближайшее время жюри конкурса подведет итоги марафона и назовет самых активных его участников. Вика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».